МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы, я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Король четвертаков против Красной Империи. Никто не мог подозревать, что один человек совершает такую серьезную операцию по подрыву экономики. Чем пахнут фальшивые деньги? Стал что-то нюхать, потом на язык попробовал, говорит, вот мы я. И как фальшивомонетчик номер один искупил свою вину? Тогда следователь, к своему удивлению, прочитал, данные купюры действуют только на территории колонии номер один. Кто на самом деле превратил Израиль в великую военную державу? Неужели наши люди? Сталин, осуществляя свой план мировой экспансии, решил построить свой плацдарм. Как советский капитан стал главой Моссада? Исер Харель, он же Изя Гальперин, родился в 1912 году в Витебске. Гадание на полиграде. Как работал древний детектор лжи? Руку обвиняемого опускали в котел с кипящим маслом. И кто сможет обмануть умную машину сегодня? У нас свободная страна. Не хочешь, не ложись под детектор лжи. В середине октября 2013 года московские банкоматы перестали принимать купюры достоинством 5000 рублей. Позже выяснилось, это была вынужденная мера и единственно возможный способ остановить вал поддельных банкнот. У банкиров просто не оказалось техники, способной распознать такую подделку. Неужели современные фальшивомонетчики настолько искусны? В Управлении по борьбе с экономическими преступлениями признают, преступники зачастую оснащены гораздо лучше, чем банки. Их технические возможности таковы, что фактически они могут сделать любую подделку. Это могут быть и рубли, и доллары, и евро. И не специалисту отличить их будет невозможно. В случае с пятитысячными купюрами выяснилось, что современная техника не смогла распознать цвет купюры. Подделки были черно-белыми. По оперативной информации, полицейским в тот же день стало известно, пятитысячные фальшивки штампуют три типографии. Когда сотрудники милиции приехали с обыском на одну из типографий, злоуможеньки с балкона выкинули. Эти 20 миллионов сложно собирать. Мы все собрали, естественно, задокументировали. Фальшивки были выполнены очень качественно, утверждают следователи. Удалось даже скопировать защитные элементы. Так как узнать, настоящие ли деньги лежат сейчас в вашем кошельке? И не выдаст ли банкомат поддельную банкноту? Последние три года количество подделок номиналом тысячи рублей убывает и увеличивается количество подделок номиналом пять тысяч рублей. По всем формальным признакам водяные знаки, защитная полоса, вес, цвет, размер. Подделку высокого качества не распознает ни банкомат, ни рядовой сотрудник банка. Единственное, что на сегодняшний день пока еще не научились делать фальшивомонетчики, это такое качество бумаги, на котором печатают оригинальные деньги. Все остальные степени защиты они воспроизводят хорошо. Сейчас у фальшивомонетчиков нет того, что называлось раньше почерком фальшивомонетчика. Они все одинаковые. Сегодня для подделки денег используют струйные принтеры и разведвленную сеть сбытчиков. А еще 50 лет назад оперативники и специалисты госзнака знали каждого фальшивого Ленина в лицо. Но и тогда находились чудоумельцы. Жизнь изобретателя-самоучки Виктора Баранова могла сложиться совсем иначе, если бы в Советском Союзе нашлось достойное применение его таланту. Но, увы, современный кулибин превратился в фальшивомонетчика номер один. Вопрос, как его мастерство помогло правоохранительным органам. 1994 год. Москва. Гостиница Останкино. Недавно отбывший срок в колонии Виктор Баранов явно не ждал гостей в своем тесном номере. На пороге стоял следователь по особо важным делам с Петровки, 38. Смиренно потупившись, Баранов последовал за ним в машину. Каково же было удивление бывшего фальшивомонетчика, когда сыщик протянул ему две купюры. Какая вот твоя? Говорит, там и сделано хорошо, и здесь сделано тоже, это хорошо. Потом смотрел, смотрел, потом стал что-то нюхать. Потом на язык попробовал, говорит, вот моя. Я говорю, а как ты вот определил? Вот что-то он там вот добавлял, говорит, я знаю, там какой-то есть привкус. Имя Баранова уже много лет гремело по всему бывшему Союзу. Его называли королем четвертаков, поэтом денег. Воспользовавшись случаем, следователь по особо важным делам даже попросил у Баранова автограф. Я ставил свой автограф на этой 25-й рублевке. Мы потом ее на сонпасе, говорит, ее, говорит, вот отвезем и скажем, вот. Фальшивый дворечко оставил, значит, наш вот картинник, знак вот уважения, свою купюру. Вот та самая фальшивая 25-й рублевка и дата на ней – 17 июня 1994 года. Сейчас Альфия Алькинская – заместитель директора Центрального музея МВД. А два десятка лет назад, будучи корреспондентом криминальной хроники, она первой из журналистов взяла интервью у легендарного фальшивомонитчика номер один. Меня встретил человек статный, высокий, в светлом плаще, в лучших европейских традициях, с огромным букетом роз в руке. И произвел на меня, конечно, неизгладимое впечатление своей культурой, своим интеллектом, умением говорить. Ставропольский паренек Витя Баранов был прирожденным изобретателем. Он пытался внедрить свои проекты, но везде получал отказ. На изготовление подделок Виктор решился лишь для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. А на это требовалось ровно 30 тысяч рублей. Заработать такие деньги, честно, простой водитель крайкома КПСС 70-е годы не смог бы никогда. Мне не хотелось менять деньги, но у меня стояли передо мной. Я сам себе поставил задачу создать изобретения свои. Я хотел разработать автомобиль на одном колесе, одноколесный автомобиль. Была мысль смешать, значит, целлюлозу натуральную с искусственной. Я пришел к инженеру на винзавод, он посмотрел на меня, говорит, тебе нужно, а мне нет, иди. И он пошел делать деньги. Вместо жидкости для промышленного отмывания картошки и эргономичных ящиков для бутылок в неприметной сыроюшке города Ставрополя в 1976 году возникли печатный станок и бутыли с самодельной краской. Впервые с подделками, которые были изготовлены Виктором Барановым, столкнулись с хранилищем ветки денег. При просветке в ультрафиолете они голубое свечение, поэтому, когда начали исследовать, то уже было установлено, что они поддельные. Когда эти сведения поступили из Госбанка в Госзнак, специалисты, измерив все параметры фальшивых денег, забили тревогу. Эти преступные деяния с целью подрыва экономики счастливой страны Советов производят ЦРУ или какой-то другой противоборствующий лагерь. Никто не мог подозревать, что один человек совершает такую серьезную операцию по подрыву экономики. Как ни парадоксально, Баранова подвела излишняя старательность. Он очень тщательно готовил свою партию фальшивых денег, изучал много специализированной литературы. Но в Ставрополе нужных изданий по полиграфии найти не удалось. И изобретатель поехал в Москву. Как раз мы и вышли на библиотеку имени Ленина, что там бралась книга Баранова. Проштудировав сотни книг, Виктор Баранов приступил к изготовлению 100-рублевых и 50-рублевых купюр. Позднее эти искусные подделки буквально шокировали начальника 17-го отдела управления госзнака СССР Тимофеева. Фальшивомонетчик сработал аккуратнее отлаженной машины. На советской сотенной купюре одним из водяных знаков был профиль Ленина. Если воспользоваться микроскопом, можно рассмотреть. Ресничка у Ильича находится в микроне от глаза. Но иногда на купюрах госзнака попадался брак. Ресничка залипала. У Баранова такого брака не было. Правда, вождя, который изображен, был на 50-рублевых купюрах, он омолодил на 20 лет. Но ни в банке, ни, так сказать, потребители его продукции этого не заметили. Когда я сделал 50 рублей, у меня первая мысль была отправить эти деньги в милицию. Еще до суда личность Виктора Баранова обросла мифами и легендами. Рассказывали, что над рецептом пропитки для бумаги с водяными знаками он бился целых 4 года. Однажды отчаившись, изобретатель плюнул на лист и лег спать. А когда проснулся, увидел профиль Ленина на бумаге. И его осенило. В растворе просто не хватало белка. Сначала Баранов изготовил 50- и 100-рублевые купюры, а потом перешел на четвертаки. Впоследствии его так и прозвали Король Четвертаков. 25-рублевая советская купюра в СССР имела больше всего степеней защиты. Считалось, что создать ее кустарным способом невозможно. Историк Альфия Алькинская неоднократно спрашивала Виктора Баранова, зачем он взялся за их производство. Он сказал так, что если бы я знал, что значительно сложнее для производства были бы 1-рублевые купюры, я бы стала изготавливать их. Для него это была определенная вершина. 12 апреля 1977 года. Черкесск. Продавец зелени на рынке заподозрил в протянутой ему покупателям 25-рублевки фальшивку. Вектор Баранов, а он и был тем самым покупателем, вместо того, чтобы скрыться, остался спокойно дожидаться наряда. К нему подошли, он сразу, как говорится, вот все вот рассказал. Перед нем было 77 штук фальшивок со скупировки. И он сразу признался. Сначала интеллигентному на вид человеку милиционеры не поверили. Но когда в сарае с протекавшей крышей обнаружилась настоящая фабрика по производству денег, руководству полетели молнии с докладами. Печатный станок, типографские заготовки, пластины, красители и клише изъяли. А фальшива монетчика отправили в камеру. Туда ему принесли стопку бумаги и ручку. По просьбе Щелокова Виктор Баранов подготовил некие рекомендации, какие места у поддельных отечественных купюр наиболее слабыми являются, на его взгляд. С этого момента началось сотрудничество гениального фальшива монетчика со следствием. Баранов практически предсказывал, какие шаги могут предпринять его последователи, оставшиеся на свободе. Например, он предупредил милицию, что в ближайшее время рынок наводнят поддельные пятирублевки. А здесь, говорят, один цвет. Вот, поэтому их легко сделать. И точно через примерно лет пять-шесть сейчас пошли пятирублевые купюры. На следственных экспериментах Виктор Баранов почти с гордостью демонстрировал свою мастерскую. Рассказывал и наглядно показывал, как ему удалось произвести на свет столь удачные подделки. Естественно, этой информацией живо заинтересовались на госзнаке. Он изобрел в какой-то мере уникальные травители и даже как бы поговаривали, что его потом приняли на госзнаке. Но, конечно, это не так. Мы должны знать, какие способы они используют для имитации, чтобы найти следующее поколение защитных признаков. Мы это изучаем. И это делаем не только мы, это делают все банки. Виктор Баранов был искренне уверен, его труд не пропадет даром и очень надеялся на снисхождение. Потом, после суда, он сам горько пошутил. 12 лет готовил фальшивки, к 12 годам заключения приговорили. Говорят, в тюрьме Баранову даже не дали кличку. Все 12 лет к нему и зэки, и конвоиры обращались по имени-отчеству. Виктор Иванович. Некоторые рассказывали, что на зоне Баранов не прекратил тиражировать подделки. И однажды заключенный передал конвоиру 50-рублевую купюру и попросил приобрести бутылку водки. Через неделю Баранова срочно доставили к следователю. И следователь, сидя напротив него, сказал, дурак ты, Баранов, что решил себе срок добавить. Ну и тогда Виктор Иванович, без некоторой фамильярности, сказал следователь, это не я дурак, а вы невнимательны. Посмотрите, что там написано. И тогда следователь, к своему удивлению, прочитал, данная купюра действует только на территории колонии номер один. А вот эта история получила свое продолжение уже среди современных фальшивомонетчиков. На настоящих долларах всегда есть надпись «The United States of America». На купюрах, изъятых в 1998 году в Ереване, значилось «The United States of Armenia». Еще одна партия подделок в несколько десятков тысяч долларов была помечена надписью, которую оперативники смогли прочитать только с помощью лупы. Сувенир «Цена договорная». Означает ли это, что всем нам стоит внимательно разглядывать деньги при расчете в магазине? А что если бумажные деньги и вовсе отжили свое? История с фальшивыми пятитысячными заставила обеспокоиться Банк России. Это ведь только что выпущенная новая банкнота, которую считалось подделать практически невозможно. На этой банкноте, на защитной нитке, которая на лицевой части банкноты слева видна, введен такой специальный динамический защитный эффект, защитный признак в виде цифр. Пять тысяч они складываются. Так вот, если покачивать банкноту, эти цифры начинают перемещаться. Российские специалисты обнадеживают. Россия не на первом месте по производству фальшивок. На втором, после Канады. В ее обороте 100 поддельных купюр на миллион, а в нашей стране всего 15. Сейчас власти Канады уже рассматривают вариант перехода с бумажных денег на полимерные. Как уберечься от подделок навсегда, придумали еще пять лет назад власти Австралии. С 2008 года австралийский доллар стал полимерным. Подделать такую банкноту без специального оборудования просто невозможно. К тому же такие деньги почти не пачкаются и даже не боятся стиральной машины. И все же не зря ремесло фальшивомонетчиков называют пятой древнейшей профессией. Не исключено, что преступники изобретут способ подделать и такие деньги. Как советский капитан стал главой Моссада? Исер Харель, он же Изя Гальперин, родился в 1912 году в Витебске. Кто на самом деле поставлял оружие в Израиль? Это все было, в общем-то, тайная операция. И сможет ли полиграф победить коррупцию? Он не жалеет, он не может сноврать или что-то такое, он говорит только правду. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Израиль. Удивительное государство. Оно создано в 20 веке, хотя история народа насчитывает тысячи лет. Оно воюет со всеми своими соседями, но все время остается победителем. В чем же секрет? Может быть, его нужно искать за тысячи километров от Ближнего Востока? Есть версия, что армию и спецслужбы Израиля создавали наши бывшие соотечественники. Мы попытались отыскать русский, а точнее советский след в Израиле. Май 1947 года. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На повестке дня вопрос о создании отдельного государства Израиль на территории Палестины. Решающее слово за Советским Союзом. Постоянный представитель СССР при ООН Андрей Громыко озвучивает требования советского правительства. Таких манифестов сами сионисты даже никогда не писали. Он так ясно, четко и определенно обосновал право евреев на создание собственного государства в Палестине, что они были восхищены. Он говорил, что у советского правительства никаких дополнительных интересов, ни экономических, ни политических на Ближнем Востоке, конечно, было не так. Так зачем Сталин решил поддержать евреев? Вряд ли объяснение кроется в неожиданно возникшем доброжелательном отношении вождя к этому народу. Он руководствовался страстным стремлением выбить Англию из Ближнего Востока. Он презирал арабские страны, тогда считал их всех марионетками британскими. И его увлекла идея создания там такого форпоста, советского форпоста. Закрепить дипломатический успех и обеспечить присоединение будущего еврейского государства к мировому лагерю социализма. Такую задачу поставил Сталин перед своими подчиненными. Было сформировано такое правительство, которое должно было выехать, чтобы возглавить это государство. Но у еврейской общины были свои планы на этот счет. Первым премьер-министром Израиля стал выходец из Российской империи Давид Бен-Гурион. Могла ли эта маленькая неудача остановить советского вождя на пути к осуществлению своей сверхидеи? Вряд ли. Я думаю, что Сталин, осуществляя свой план мировой экспансии, так мне думается, решил построить свой плацдарм. Потому что он прекрасно понимал, что американские евреи в большом количестве туда не поедут. Значит, туда поедут советские евреи. Родившийся в Советском Союзе сразу после войны артист Геннадий Хазанов считает Израиль своим вторым домом. И всегда интересовался историей двух государств. Ведь Сталин после войны получил всю Восточную Европу. Ни один русский правитель, ни один император, уходя с этой бренной земли, не оставлял такие пространства для Российской империи. Приближалась дата провозглашения Израильского государства. Западные политики наперебой советовали евреям не спешить. Вооруженное нападение арабов, недовольных решением ООН, неизбежно. Американский госдепартамент предупреждал. Помощи в этом случае от них ждать не стоит. Историки рассказывают. В такой обстановке Давиду Бен-Гуриону пришлось уговаривать напуганных министров зарождавшегося государства проголосовать за провозглашение независимости. Когда Бен-Гурион принимал решение об объявлении Израиля государством, он вызвал все руководства военизированных подразделений и задал соответствующий вопрос, сколько есть шансов вообще уцелеть. Ему сказали 50 на 50. И его ответ вошел в эстеринство. Боже мой, я не думал, что так много. Но 14 мая 1948 года государство Израиль было провозглашено. Буквально на следующий день в него вторглись армии арабских стран. На него немедленно напали все, кто только мог напасть. Причем войну ему объявили ведь не только государства, которые с ним граничили. Туда и Судан прислал своих военнослужащих, и Йемен, и Ирак, и кого там только не было. На карту было поставлено довольно много. И СССР именно являлся инициатором, политическим весомым игроком, который захотел, чтобы Израиль существовал. СССР должен был как-то его поддерживать. Прежде всего, Израилю нужно было оружие. Поставка оружия для израильской армии. Пожалуй, самая загадочная страница в истории становления нового государства. Большинство исследователей полагают, первые партии стрелкового оружия начали поступать в Палестину по личному распоряжению Сталина еще за год до образования Израиля. Но с какой целью? И кто выполнял распоряжение генералиссимуса? Мы знаем о переговорах, которые велись в Москве. Начальник генерального штаба, генерал Мир Антонов, знаменитый человек, беседовал с военным атташе израильского посольства в Москве, получил от него список оружия, потребного. Но здесь цепочка прерывается. Кто и кому передавал дальше этот список, пока не ясно. Вероятно, большую часть ответов все еще хранят документы под грифом «Секретно». Россия, ни Израиль, ни кто-нибудь еще не заинтересованы в открытии архивов. Я имею в виду архивов Главного разведного управления и архивов службы внешней разведки. Евреи заинтересованы говорить о том, что они все сделали сами. На сегодняшний день исследователи подтверждают пока только одну версию. Прямых поставок оружия в воюющий Израиль из СССР не было. Это были поставки трофейной техники через Чехословакию. В Чехословакии там производилась сборка самолетов на основе трофейных мистершмиттов и так далее. Там ставили новое оружие, двигатели. И все это поставлялось таким неявным способом. Это все было, в общем-то, тайная операция на Ближний Восток. Но чья тайная операция? Могла ли эта инициатива принадлежать кому-то другому, не Советскому Союзу? Придумать в страшном сне нельзя, чтобы Чехословакия оккупирована советскими войсками сразу после Второй мировой войны. Какое-то оружие кому-то могла продавать без разрешения Иосифа Весареновича. Это, безусловно, было решение советского руководства. И оно дало возможность выиграть войну. Сталин оказал мощную поддержку молодому государству. И, разумеется, рассчитывал на благодарность еврейского правительства. Он надеялся, что Израиль все-таки станет опорой Советского Союза на Ближнем Востоке. Однако генералиссимус ошибся. Уже через несколько месяцев стало понятно. Политика Бен-Гуриона все больше ориентируется на США. Некоторые историки уверены, вместе с первыми партиями стрелкового оружия в Палестину тогда отправились и офицеры советской разведки. Но как им удавалось пройти сквозь железный занавес? Вряд ли это могло произойти без ведома вождя. Сталин решил экспортировать для образования вот этого своего плацдарма большое количество евреев. И они поехали. Конечно, это были военные специалисты, прежде всего, я думаю. Это были и какие-то научные сотрудники. Хотя в основном его интересовало отселение массы. По одной из версий, плацдарм мог потребоваться Сталину для возможного вторжения Красной Армии в Палестину. И советские разведчики по поручению вождя ударными сталинскими темпами начали строить свое еврейское государство. Правда ли это? И чем закончилась очередная сверхидея генералиссимуса? Мне кажется, что создание там Израиля будет равносильно чему-то вроде создания республиканской Испании в 30-е годы. Когда он отправил туда и чекистов, и военных, и добровольцев. И это был его форпост на Пиренеях. Такой же форпост он хотел создать на Ближнем Востоке. Поэтому не препятствовал выезду туда евреев. Новость о возникновении государства Израиль советские евреи восприняли восторженно. По мнению Сталина, даже слишком. Советских граждан захлестнуло желание променять социалистический рай на историческую родину. Многие рвались на Ближний Восток, чтобы помочь своим братьям по крови. Но это как бы Сталина не могло устраивать. Геннадий Хазанов помнит, как бабушка рассказывала ему о своей старшей сестре, которая жила в Палестине. Я помню мальчишкой, совсем маленьким, как к нам на квартиру. Совершенно спокойно. Приходили открытки из какого-то странного города под названием Хайфа. И вот я видел какие-то очень красивые открытки с голубым небом от этой моей, можно сказать, двоюродной бабки. Народный артист признается, никаких разговоров о поездке в Израиль в их семье не велось. Да и приглашений подобных не поступало. Моя бабушка, она была верная большевичка, и она была бесконечно предана государству, этому строю. Поэтому предлагать ей уехать было бы глупо. Очень скоро до Сталина дошла информация, что сотни советских военнослужащих не без помощи израильских агентов бежали на святую землю по поддельным документам и под чужими именами. Израильскую политику формировал самими израильтянами. Этим, я думаю, была причина быстрого охлаждения Сталина к Израилю, потому что его предположения о том, что это будет его форпост, не оправдались. США вместо СССР. Капитал взамен идеологии. Такой выбор сделало начинающее молодое государство Израиль, считают эксперты. Известный израильский писатель и публицист Михаэль Дорфман 15 лет изучал проблему советских добровольцев. По его данным, их было настолько много, что они едва не построили в Израиле и СССР, Израильскую Советскую Социалистическую Республику. В своих исследованиях Дорфман не раз давал понять, что именно бежавшие офицеры-красноармейцы сыграли особую роль в становлении армии и спецслужб государства Израиль. Возможно, поэтому основным языком межнационального общения военнослужащих Святой Земли был русский. Там были и танкисты, и артиллеристы, и моряки, и летчики. Они, собственно, составляли костяк будущего Цахала. Все, кто воевал в Хагане или в Пальмахе, все, кто всерьез держал фронт с арабскими группировками, бедуинскими или террористическими позднейшими образованиями, воевал с арабским легионом Иорданией, они же были советские офицеры. Существует версия, что непосредственное участие в создании спецслужб Израиля принимали лучшие офицеры НКВД МГБ, имевшие опыт оперативной и диверсионной работы и первоначально откомандированные Сталином для работы на советское правительство. Один из ведущих российских экспертов в области политики Израиля Евгений Сатановский утверждает, он лично встречался с несколькими израильтянами, бывшими офицерами советского СМЕРШа. Отказавшись от русских имен и забыв родную речь, они занимали довольно высокие посты в военных ведомствах еврейского государства. Не было там других офицеров, которые могли стоять у основания армии или у основания спецслужб. Это были просто люди, которые вот работали не на берию, а на образование своего государства. И именно поэтому это была профессиональная спецслужба, которую очень боялись. Доподлинно известно, что советский капитан Изя Гальперин, родившийся в Витебске, около 15 лет возглавлял службу политической разведки Израиля Моссад. Правда, уже под другим именем. Изя Гальперин родился в 1912 году в Витебске. Он был активистом сионистской молодежной организации. И его вместе с несколькими молодыми людьми направили в Палестину. За трудолюбие Изю прозвали Стахановец. О любви и сэра Хареля к конспирации ходили легенды. Как-то на вопрос таксиста, куда ехать, он ответил – это секрет. Он был не просто директором Моссад, но с одобрения первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона он стал наяврительно называется мему-нех. То есть он как бы был директором руководителя Моссада и еще, что называется, подмял под себя остальные спецслужбы. Эксперты утверждают, в конечном итоге, именно то, что Израиль не выбрал предложенную тогда Сталином политику, привело к всплеску антисемитизма в СССР. Мы можем только предполагать, что было бы, если бы Сталин в 1953 году не умер, насколько помню, в марте равнехонько на еврейский праздник Пурим. Но он умер, и на этом его общение с евреями вообще и с Израилем в честности кончилось. Подведем итоги. Очевидно, что интересы великой державы и молодой страны не совпали. Однако многие израильтяне признают, что еврейское государство появилось и выстояло благодаря Сталину и добровольцам из Советского Союза. Другой вопрос – как это отразилось на отношениях между странами. Не так давно президент Израиля Шимон Перес оценил их так, цитирую. «Между нашими странами и народами есть духовное и душевное притяжение, поэтому наши особые взаимоотношения находятся в отличном состоянии. И дай Бог, чтобы так было и дальше». Теория лжи. Можно ли доверять полиграфу? У меня двойственный какой-то. Я и верю в него, и не верю. И почему даже великие шпионы боялись детектора лжи? Его проверяют на полиграфе. Мы знаем, что вы разведчик. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В ноябре этого года в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации появилась новая строка. Теперь следственные органы официально могут использовать детектор лжи. Наука на службе закона. Звучит неплохо. Но не получится ли так, что электронный помощник только усложнит правоохранительным органам их работу? И можно ли доверять бездушной машине в столь тонких вопросах правды и лжи? Зрачки расширяются, сердцебиение учащается, дыхание становится поверхностным. Это верные признаки того, что человек говорит неправду. Даже если внешне лжец выглядит невозмутимым, взять под контроль все системы организма пока еще не удавалось никому. Вывести лжецов на чистую воду. Такие попытки предпринимались еще в Древнем Китае. Подозреваемых заставляли жевать сухую рисовую муку. Если человек во время допроса эту муку так и не прожевал и не проглотил, значит считалось, что он виноват. Китайские дознаватели были недалеки от истины. Действительно, в момент волнения или страха отделение слюны резко сокращается. Но кто знает, чего на самом деле боится человек на допросе. В Древней Инквизиции тоже был свой, так сказать, полиграф. Он заключался в том, что руку обвиняемого опускали в котел с кипящим маслом. И по размеру волдырей на ожогах определяли степень его вины. В датчиках современного полиграфа нет ничего страшного для человека. Они не содержат токовых характеристик, излучающих, температурных, щипающих и так далее. Фактически это медицинские датчики, которые измеряют показатели тела в психофизиологической реакции. Проведём эксперимент. В нём нашему корреспонденту досталась роль шпиона. Задача – похитить драгоценную пластинку и не выдать себя. Кажется, что может быть проще. Датчики, установленные на пальцах и голове испытуемого, будут считывать пульс, частоту дыхания и интенсивность потоотделения. Ну, давайте сделаем так, что в некоторой фирме, в некоторой фирме, в конверте хранились драгоценные слитки или бумаги, или пластинки драгоценные. Они все из золота. Просто разные цвета золота. Итак, допрос начинается. Задача полиграфолога – определить, какого цвета пластинка была похищена нашим корреспондентом. Вы сможете мне честно ответить на вопросы о пропаже ценной пластинки? Да. Вы имеете какое-нибудь отношение к пропаже ценной пластинки? Нет. Известен ли вам абсолютно точно цвет пропавшей пластинки? Нет. Внешний корреспондент ничем себя не выдал. Но что скажет машина? Вот на этой полиграмме, на этом графике, очень наглядно видно, что самая яркая, самая такая реакция на сокрытие информации идёт на коричневый цвет. Машина не обманулась. Я выбрала коричневый. Казалось бы, беспристрастный электронный помощник незаменим на службе следственных органов. Активно стали использовать полиграф где-то последние 20 лет. И вроде бы срок очень громадный. Но скепсис в этом вопросе тоже вагон и маленькая тележка. В качестве веского аргумента противники использования полиграфа нередко приводят в пример историю с Чикатило. Человека, которого, в общем-то, обвинили во всех этих самых страшных преступлениях, которые Чикатило совершил, вот, его обследовали на полиграфе, и полиграф подтвердил его вину. Александр Кравченко был признан виновным в нескольких преступлениях и приговорён к высшей мере. Однако убийства не прекратились. Настоящий преступник всё это время был на свободе. Генерал-лейтенант юстиции Юрий Ликанов пытался использовать детектор лжи ещё в 80-е. Но тогда проверку на полиграфе приравнивали едва ли не к гаданию на хрустальном шаре. Написал служебную записку начальнику управления делами. Прошу оплатить счёт на вретение полиграфа так вот. Но он мне заявил так, только через мой труп. Но уже в наше время именно полиграф помог раскрыть несколько преступлений. 2004 год. Таганский район столицы. Изнасилованы и задушены несколько молодых девушек. Все признаки указывают на то, что в городе орудует маньяк. Вскоре сыщики задержали подозреваемого. Обратились за консультацией к полиграфологу Олегу Барышеву. Оперативники говорят, скорее всего, он ни в чём не виноват. Он лучше прораб на стройке. У него двое детей, он женатый, всё нормально, всё хорошо. Ну, посмотри. Я начинаю смотреть по общим таким тестам. Смотрю, что аппаратура его не пропускает. Но подозреваемый вины не признавал. И тогда эксперт решил провести уточняющий тест. Вы держали в руках в ту ночь эту пряжку, эту, эту. И на ту большую пряжку, которая и действительно была на убитой девочке, пошла реакция. Он сказал оперативникам, что если бы не полиграф, то они бы его никогда не раскрыли. Пока следователи шаг за шагом осваивали применение прибора для выявления преступника, детектору лжи нашлось место и на гражданской службе. Точнее, на коммерческой. Сегодня многие крупные компании предлагают при приёме на работу пройти тест на полиграфии. Видимо, хотят знать всё о своём будущем сотруднике. Но чем это грозит самому соискателю? Правильно ли это? Изначально подозревать человека. У нас свободная страна. Не хочешь не ложись под детекты лжи. Другое дело, что консекенции этого могут быть какие-то. Например, работодатель, к которому вы приходите, говорит, нет, если вы не пройдёте, у меня детекты лжи, я вас не возьму на работу. Но это его личное дело. Понимаете, кто скажет, что он не прав? Никто. Известная актриса Ольга Копосова, сыгравшая начальника ФЭС в сериале «След», напротив, считает, что полиграф не следует использовать при приёме на работу. И признаётся, что испытывает к этой машине весьма двойственные чувства. Он не жалеет, он не может сноврать или что-то такое, он говорит только правду, поскольку это техника, как компьютер любой. А с другой стороны, этот злосчастный полиграф покажет, что, ах, он там заволновался, значит, что-то не то. Поэтому, не знаю, у меня двойственный какой-то. Я и верю в него, и не верю. Эксперты рекрутинговых агентств подсчитали, что из-за одного неудачно нанятого сотрудника компания несёт убыток примерно в 15 его месячных окладах. Обманывая человека нет, он больше ничего не может сказать. Но на большие детекторы же не способен, он не может убедить людей в том, что этот человек находился, не готовился к нему и каким-то образом не обманул его. Это же невозможно. А что, если полиграф ошибётся? Ведь погрешность при тестировании не такая уж и маленькая – до 15%. А человек лишится выгодной должности, даже если на собеседовании он был предельно честен. Я бы это назвал таким добровольно-принудительным механизмом. Здесь, скажем так, уже изначально заложена вот такая вот, как бы, хитрая. Чем чаще применяется детектор лжи, тем больше желающих его обмануть. Как это сделать? Интернет-поисковик на такой вопрос выдаёт более миллиона сайтов с ответами. Проверьте сами. Всё это есть в открытом доступе. Есть даже, скажем так, определённые коммерческие компании, которые обучают, как это делать. Поэтому, в принципе, если человек изначально готов на то, чтобы идти, значит, на преступление, ему не составит большого труда, как бы, к этому подготовиться. Но есть и тем, для кого умение противостоять детектору лжи – вопрос жизни и смерти. Это сотрудники спецслужб. Я слышал рассказ о нашем очень известном разведчике, который был вычислен в Америке только благодаря использованию полиграфа. Рудольф Абель – легенда отечественной разведки. Под видом владельца небольшой фотостудии он долгие годы руководил советской разведывательной сетью в Америке после войны. Но по наводке предателя Рудольф Абель оказался в руках американских спецслужб. Он попал в число подозреваемых лиц, которым эта информация, которая утекала в Союз, была известна. И его проверяют на полиграфе. Мы знаем, что вы разведчик. Первая же проверка на детекторе лжи закончилась для Абеля полным провалом. Американцы не только раскрыли его деятельность, но и нашли с помощью полиграфа тайник, где хранились все шифры и неотправленные донесения. Мы знаем, что у вас есть тайник. Мы знаем, что он находится с территории штата. Вот такой круг, вот в этой половине круга. По его реакции, они от этого полукруга потом дальше идут к штату, от штата к городу, от города к улице, от улицы к отелю. А в отеле уже обнаружены в конкретном номере тайник. Рудольф Абель был осужден на 30 лет лишения свободы в американской тюрьме. Но советскому правительству удалось вызволить своего разведчика и вернуть на родину. И вот когда этого разведчика обменяли на американского, то он, прилетев сюда, говорит, надо нам что-то придумывать, чтобы научиться обманывать полиграф. А то будут нас щелкать, как орешки. Появился ли в программе обучения разведчиков специальный курс по обману полиграфа, доподлинно неизвестно. Но большинство верит. Такие методы существуют. Обманывать в принципе можно, потому что я думаю, что какие-то разведчики или какие-то люди, я думаю, что это тренировками достигается. Потому что тут главное понять, что тренировать. Какие-то, какое-то подсознание или какие-то свои эмоциональные. Он же на что-то реагирует, этот полиграф? Очень много интересных историй в средствах массовой информации. В частности, о том, как наши выдающиеся разведчики обманывали полиграф. Причем успешно. Сегодня даже сторонники применения детектора лжи не скрывают. Время от времени он все же дает осечки. И факты ошибочного заключения полиграфа стали всплывать чаще. Так значит, машина тоже может ошибаться. Если речь идет, скажем так, о тех структурах, которые призваны стоять на страже интересов и безопасности граждан, я считаю, что мы не имеем здесь права играть в рулетку. Выйдет, не выйдет. По мнению же эксперта Олега Барышева, детектор лжи вообще никогда не ошибается. Зато это может сделать полиграфолог. Неграмотный специалист, аппаратура его не выручает, какой бы она ни была современной. Поэтому, если детектор делает ошибки, то это не детектор, это специалист. По мнению некоторых экспертов, именно человеческий фактор делает полиграф бесполезным в деле борьбы с коррупцией. Вы видите ли, в чем дело? Если мы разучились доверять людям, то доверять полиграфу нельзя вообще. Потому что на нем тоже работают люди. И встает вопрос, а судьи кто? Возможно, в будущем полиграфы станут настолько совершенны, а специалисты настолько безупречны, что ни одна ложь не останется незамеченной. Но это в теории. На практике, как мы знаем, действие равно противодействию. На каждый меч найдется свой щит. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Самый известный вор советской эпохи. Что общего у Бориса Венгровера с Юрием Деточкиным? Игры, в которые играют люди. Существует ли идеальная теория выигрыша? Легендарный фильм «Экипаж». Вымысел или реальный подвиг? Редактор субтитров А.Семкин